Здравствуйте! В эфире город Иса Татьяна Дмитриева. Какие новшества происходят в учете объектов капитального строительства? Как будет проводиться постановка на учет в многоквартирном доме? И на что влияет кадастровая стоимость объекта? Об этом говорим сегодня и в нашей студии начальник отдела кадастрового учета Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Самарской области Галина Непопалова. Здравствуйте, Галина Сергеевна! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, для чего и в связи с чем производится учет объектов капитального строительства? Учет объектов капитального строительства, он необходим для формирования единой налоговой базы, для налогового обложения. Безусловно, в этом заинтересованы все и как органы местного самоуправления. Так и сами заявители. Вот если разбираться, что такое объекты капитального строительства, вот в это понятие что входит, что будет учитываться? Объекты капитального строительства это здания, сооружения, помещения, то есть квартиры, комнаты. Есть еще такой вид объекта капитального строительства, как объект незавершенного строительства. Но он, вот объекты незавершенного строительства и сооружения, они не участвуют в кадастровой оценке. То есть могут быть в помещении и жилые объекты, и нежилые. И нежилые объекты, да, жилые и нежилые. То есть все они входят в налоговую базу. Ну, наверное, большинство граждан интересует жилье свое, вот жилье в многоквартирном доме. Есть какое-то новшество в законе? Что-то поменялось вот в этом отношении? Что будет меняться при учете? В этом отношении внесены были изменения в наш закон о кадастре, согласно которому теперь при постановке на учет многоквартирного дома ставятся все помещения, которые входят в состав этого многоквартирного дома, включая помещения общего пользования. То есть осуществляя постановку на государственный кадастровый учет многоквартирного дома, у нас появляются все квартиры в этом здании. То есть это... То есть будет учитываться и сами квартиры, и вот получается и подъезды, и общее тогда вот... Общее имущество, которое составляет этот дом, в этом доме находится. Угу, да. Да, интересно. А для чего вот действительно общее вот имущество приплюсовалось в связи с чем? Ну, а... Оно же, наверное, одинаковое в таких домах, много квартир. Нет, оно бывает, ну да, безусловно, это приблизительно одинаковое, это общие коридоры, которые имеются, какие-то нежилые помещения, я имею в виду технические, которые предназначены для технического обслуживания этого дома. Это все необходимо учитывать, и, безусловно, эти сведения должны просто находиться в кадастре. Понятно. А что делает кадастровая палата для проведения вот этой массовой оценки? Ваши задачи какие? Кадастровая палата принимает участие в формировании перечня объектов недвижимости, которые подлежат массовой кадастровой оценке. Мы сформируем этот перечень, он формируется как и на земельные участки, так и на объекты капитального строительства. Все зависит от запроса, который приходит к нам. В дальнейшем, после утверждения этой оценки, кадастровая палата использует эти сведения для исчисления кадастровой стоимости этих объектов. Скажите, пожалуйста, вот сами собственники, владельцы этих объектов недвижимости должны как-то участвовать в этом процессе массового учета? Какие-то сведения предоставлять или что-то там оспаривать, или узнавать, как произведен учет? Или нет? Или это производится без... Массовая кадастровая оценка, она производится без участия граждан и владельцев собственников. Учитываются те объекты, которые есть в кадастре. То есть, если заявитель пришел, поставил свой объект на учет, он будет учитываться в кадастре, и уже, соответственно, на него будет распространяться массовая кадастровая оценка его объекта. Узнать, сколько стоит его объект, это можно, заказав сведения. В частности, есть кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта. Она бесплатно выдается, там будет указана кадастровая стоимость его объекта. Вот для того, чтобы вот эти сведения узнать, обязательно нужно идти в кадастровую палату или какое-то отделение? Потому что сегодня вот жизнь меняется, и очень много чего можно сделать без того, чтобы лично идти там с какими-то бумагами. Безусловно, все это можно сделать и посредством портала Росреестра. То есть государственного, который предоставляет такие государственные услуги. Можно, да, прийти, как и прийти лично в кадастровую палату, так и прийти в органы муниципальные, в МФЦ. А, да, да, да. Вот, кстати, да, очень много положительных отзывов, потому что они все больше расширяют свои функции. Вот есть такое у вас тоже понятие процедура учета объекта капитального строительства. И в нем, как я понимаю, как раз граждане участвуют. Что это за процедура? Да, это процедура постановки объекта на кадастровый учет. Для этой процедуры необходим, если у нас идет образование объекта, то есть вновь вносится сведение об объекте, для этого необходим технический план объекта. Только технический план. Гражданин обращается к кадастровому инженеру, у которого есть лицензия на исполнение таких работ. Список этих кадастровых инженеров можно также найти на портале Росреестра. И кадастровый инженер готовит технический план. Для того, чтобы внести сведения о своем объекте, может обратиться любое заинтересованное лицо, как и собственник этого объекта. Ну вот когда вы сказали кадастровый инженер, услуги, понятно, что это уже платные услуги. Безусловно, это платные услуги. Это услуги платные. Возможно внесение сведений об объекте, как о ранее учтенном объекте недвижимости, на основании, если был осуществлен технический учет. Предположим, у гражданина есть технический паспорт до 1 января 2008 года. То есть этот технический паспорт говорит о том, что технический учет этого объекта был произведен в переходный период, ну в общем, до введения в действие закона о кадастре. Этот объект считается ранее учтенным, и имея на руках такой технический паспорт, заявитель может прийти и обратиться с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте. Это услуга абсолютно бесплатная, то есть можно ее воспользоваться. Вот кроме технического паспорта еще какие-то документы нужны? Обязательно, в обязательном порядке? Нет, никакие документы не нужны. Только документ, который подтверждает именно проведение учета до вступления в действие 221 закона. Вы уже сказали технические ошибки, да, вот что это такое? А как может человек узнать даже, вот не сведущий, не разбирающийся во всем этом кадастре, о каких-то технических ошибках, как быть вот в таких ситуациях? И важно ли их исправлять? Или вот, ну, ошибся там инженер или кто-то, ну и ладно. Нет, безусловно. Исправлять их нужно. Технические ошибки. Что это? Техническая ошибка – это прежде всего ошибка, допущенная при внесении сведений в кадастр. То есть это может быть опечатка, это может быть описка, это может быть грамматическая ошибка, орфографическая ошибка. И таким образом возникают противоречия между теми документами, которые, на основании которых вносили сведения, и теми сведениями, которые внесли. И это является технической ошибкой. Исправить ее, если гражданин получает такой, какой-либо документ, то есть он, предположим, обратился за предоставлением сведений и увидел какую-либо ошибку в своем, в этом кадастровом паспорте, либо в кадастровой выписке, он может обратиться с заявлением об исправлении этой технической ошибки. Также и орган кадастрового учета. То есть мы при работе, если мы выявляем такую техническую ошибку, мы также имеем право сами ее исправить на основании нашего решения. То есть мы принимаем решение об ее исправлении. Понятно. Кроме того, что на учет ставятся объекты недвижимости, наверное, возникает необходимость их снимать. Вот в каких случаях и что представляет из себя процедура снятия с учета? Снятие с учета объектов недвижимости происходит в случае прекращения его существования, то есть полной ликвидации объекта. Был жилой дом, разрушен, либо снесен, на его месте построен. И обязательно нужно снимать с учета? Обязательно нужно снимать с учета. А чем грозит, если, допустим, разрушили дом, и что? И не снял с учета? Придет двойной налог. А, понятно. Тогда да. Поэтому это лучше снимать с учета эти объекты. Для этого нужен акт обследования, который составляется и предоставляется в орган кадастрового учета. Необходим правоустанавливающий документ на правоустанавливающий, либо правоудостоверяющий, если право не зарегистрировано. При этом есть такая особенность, что для снятия объекта капитального строительства с государственного кадастрового учета может обратиться как владелец здания, сооружения, либо помещения, так и владелец земельного участка, на котором было расположено это здание. Здание, сооружение, объект незавершенного строительства. А какие функции у застройщика? Он должен как-то участвовать, подавать, ставить на кадастровый учет вот эти помещения в доме? Или нет? Или у него нет таких функций? Вот как-то тоже участвуют застройщики или нет? Прямых обязанностей не предусмотрено. То есть отсутствует в действующем законодательстве, что застройщик обязан это делать. Поэтому здесь все зависит от того, какой был заключен договор с застройщиком, какие были оговорены условия. Скажите, пожалуйста, вот если дом уже поставлен на кадастровый учет полностью, вот как вы говорите, а квартиры какие-то не были учтены, и вот в таком случае как быть? Вот бывают же, вы говорите, ошибки? Безусловно, бывает. Тем более, что данная норма была введена относительно недавно, и до вступления этой нормы ставился просто объект на учет, просто многоквартирный дом. Не обязаны были ставить свои квартиры. И безусловно, если у вас такая ситуация, то вы можете также поставить объект на кадастровый учет, предоставив технический план. А если человек не является собственником квартиры, но ему обязательно нужно получить сведения об этом объекте, в таких случаях вы даете вот эти сведения, если это не собственник, или это информация, которая закрыта? Нет, безусловно, есть информация конфиденциального характера, которая предоставляется только уполномоченным на это лицам, либо собственникам объекта. Что касаемо предоставления сведений, они общедоступны, и за сведениями может обратиться любое заинтересованное лицо, как и собственник. А что для этого необходимо? Для этого необходим паспорт, либо, если действует представитель по доверенности, то доверенность, и документ об оплате. Понятно. Раньше регистрация, постановка на учет осуществлялась в БТИ, и что делать, если у гражданина есть технический паспорт, который еще в БТИ был получен, а когда он обратился в кадастровую палату, выяснилось, что сведений о данном объекте нет, а уже этого БТИ-то нет уже тоже, допустим. В таких ситуациях что делать? Возможно, если есть, как я и говорила ранее, если есть технический паспорт и дата его до 1 января 2008 года, то возможно обратиться с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте. И будет осуществлено внесение сведений об этом объекте, как о ранее учтенном. То есть это возможно. Да, то есть возможно обращаться с вопросами и решать их, и они решаются. Скажите, а сроки какие определены? Потому что ситуации бывают в жизни тоже разные. Кому-то очень нужно при продаже или мало ли из каких ситуаций информацию. Да, в настоящее время у нас государственный кадастровый учет осуществляется в срок не более 5 рабочих дней. Законом о кадастре предусмотрен срок 10 рабочих дней. У нас он сокращен. При этом, если у нас заявки поступают через портал, то через портал Росреестра, то отрабатывается за 4 рабочих дня. То есть сроки достаточно сокращенные. То есть это возможно. Но неделю в запасе как минимум нужно рассчитывать. Мы заранее собрали вопрос от телезрителей, потому что сегодня у нас, к сожалению, эфир не прямой. Вот Марина интересуется. У меня квартира в новостройке со свободной планировкой. Сначала я сделала кадастровый паспорт, потом поставила стены, перенесла кухню. Площадь квартиры уменьшилась. Нужно ли теперь мне получить новый паспорт кадастровый? Безусловно. Но прежде чем получить новый кадастровый паспорт, то, что сделал заявитель, это перепланировка и переоборудование, поскольку были поставлены стены и перенесена кухня. Перепланировка и переоборудование помещения должно завершаться актом о завершении перепланировки. И, соответственно, эти сведения должны быть внесены в кадастр. Поэтому это обязательно. Кроме того, еще и разрешение же на перепланировку требуется. Безусловно. А вот если без разрешения она захочет, вот опять, без разрешения, но получить вот паспорт на перепланированную уже, не получится, не получится. Не получится. А получается, что идет проверка вашими специалистами вот этого помещения? Безусловно. Ну, сейчас мы говорим о чем. Если она обратится в кадастровую палату, не внося сведений, не внося сведения об изменении, то есть не предоставляя технический план, то она будет получать кадастровый паспорт со старой площадью. Внести изменения мы без ее участия не сможем. Для этого именно она должна обратиться сначала в уполномоченные органы для получения разрешения на перепланировку и, соответственно, соответствующего акта. И для потом уже внести сведения в кадастр технический план, подготовив технический план и обратившись за внесением сведений. Только после этого она получит свой новый кадастровый паспорт, с новой планировкой. Илья, я приватизирую квартиру в общежитии, получил приостановку. Приостановку. Как правильно поставить квартиру на учет в общежитии? Вот приостановка такое новое тоже понятие, которому я вот лично ничего не знаю, приостановка что ли? Приостановка. При обращении к нам в кадастр мы проверяем представленные документы на правильное заполнение, на соответствие действующему законодательству. И если что-то есть какие-то, выявляются несоответствия, либо документы не соответствуют форме, то мы делаем приостановку, принимаем решение о приостановлении внесения сведений и указываем, что необходимо изменить. Вообще, тема приватизации квартиры в общежитии, она очень, мне кажется, такая серьезная и сложная почему-то, потому что не всегда гладко вот эти вопросы решаются. Жилье в общежитии есть проблемы. Да, но какие проблемы? Здесь верно и нужно оформить технический план. Если оформляется постановка этого объекта на учет. Потому что в общежитии, это, к сожалению, не многоквартирный дом, у него имеется назначение жилой дом. И постановку квартиры, именно вида объекта помещения как квартиры, мы не можем осуществить. Мы можем осуществить либо постановку комнаты, либо жилого помещения. То есть здесь нужно обратиться к кадастровому инженеру и посмотреть на вот этот предмет, верно ли указал кадастровый инженер вид этого объекта. Вот. Просто проверить эти сведения. Если с этим было связано. Следующий вопрос. Подали документы на кадастровый учет. В итоге получили приостановку в связи с тем, что границы дома выходят за пределы установленного земельного участка. Что делать? Вот уже и дом построен, да, вот такие ситуации, да, вот как быть? Это уже дом-то не будешь сносить, наверное? Безусловно. Но у нас в соответствии с нашим гражданским кодексом собственник имеет право осуществлять постройку, перестройку, строительство на своем земельном участке, который ему принадлежит. Обозначен. Да, и соответственно он приобретает право на объекты, недвижимости, которые он возведен, на своем земельном участке. Поэтому если у вас объект выходит за границей земельного участка, то необходимо, значит, уточнить сведения кадастров о земельном участке. Возможно, они были в свое время не уточнены, либо просто-напросто это надо уточнить. И только после этого уже обращаться с заявлением о постановке объекта. То есть объект должен находиться в границе. Допустим, обратился владелец дома, узнал, что действительно граница его дома выходит за пределы его участка законного. В данном случае можно расширить как-то границы? Ну, как новый кадастровый вот этот вот получить план, если уж дом построен? Или нет? Или это нарушение и по закону это уже вот... Это должно решаться уже на местном уровне. Возможно, что он выходит за границей, возможно, и с ошибкой определения координат самого дома, тоже есть такая вероятность. Возможно, ошибка при определении координат земельного участка. Тоже не надо об этом забывать. То есть тут надо проверить. Если же все-таки он выходит за границей своего земельного участка, то тогда, соответственно, скорее всего, этот кусок, который он, получается, так самовольно захватил, здесь уже надо решать с органами местного управления. Будут они ему выделять или будет это проводиться как-то процедура иначе. Здесь уже другие отношения. Понятно. У меня старое свидетельство на квартиру. Как поставить квартиру на кадастровый учет? А как понять вообще старое свидетельство на квартиру? Бывают старые и новые, получается? Я, к сожалению, не могу прокомментировать, что значит старое свидетельство. Возможно, имеется в виду, что оно получалось давно. Если это свидетельство о государственной регистрации права, то такой объект у нас должен быть внесен в кадастр. Необходимо запросить для начала сведения. Возможно, квартира уже стоит на учете. То есть сведения о нем внесены, как о ранее учтенном. И, соответственно, если все-таки их нет, также может обратиться с заявлением о внесении сведений, как о ранее учтенном объекте. Все зависит от того, какое свидетельство у него на руках и что имелось в виду. Вот, кстати, много вопросов всегда бывает по поводу приватизации земельных участков, земли, построек и так далее. Вот я хотела бы уточнить, дачная амнистия, для тех, кто еще даже не оформил в собственности свои вот такие участки и строения, она продлена же до какого года? У вас есть такая информация? Да, дачная амнистия у нас продлена до 1 марта 2018 года. И поэтому те, кто не успел, у них есть 3 года для того, чтобы воспользоваться этим правом. Но вообще, если вы говорите, что нет такого понятия старое и новое, свидетельство на квартиры, то я знаю, что когда рассматриваются такие дачные вопросы, оформления, как раз там есть какие-то годы, после которого что-то можно регистрировать, что-то нельзя. Но к достроению это не относится, да? Я могу сказать то, что относится именно к объектам капитального строительства. То есть, как я уже говорила, если объект был проведен технический учет, государственный учет, до вступления в действие 221 нашего закона, то можно внести объект как ранее учтенный. Даже если была осуществлена регистрация прав, но сведений об этом объекте нет в кадастре, это тоже является объектом ранее учтенным. То есть, такие объекты можно внести в кадастр. Если технический учет не был проведен до означенной даты, не зарегистрировано право, то сейчас можно осуществить постановку на учет именно уже с предоставлением технического плана объекта. Какого-то такого запрета не вносить объекты нет. Мы уже разобрались, какое отношение кадастровая палата имеет к проведению массовой кадастровой оценки объектов капитального строительства. А вот кадастровая палата и дачная амнистия, регистрация недвижимости, дачных, земельных вот этих участков. У вас там какие отношения и функции складываются? Вы к этому имеете же тоже? Да, безусловно. Если гражданин приходит и оформляет свое право по декларации, то есть заполняя ее в органе регистрации прав, то эта декларация направляется к нам в порядке уже межведомственного взаимодействия, и мы вносим сведения об этих объектах. То есть ему не нужно уже приходить к нам и вносить сведения о своем объекте. Сведения о нем уже будут, уже вносятся. А вообще вот этот вопрос, который очень много раз задавали, и все-таки вот с вашей точки зрения, как специалист кадастровой палаты, дачная амнистия что упрощает? Вот чтобы понять, разобраться вот в оформлении везде, вот что она на самом деле, почему проще вот во время дачной амнистии все вот это регистрировать, приватизировать, учитывать? Ну, это избавляет от получения разрешения на строительство и от получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. То есть те, кто, скажем так, не успеет внести свои сведения об объекте до 1 марта 2018 года, будут вынуждены уже получать разрешение на строительство и, соответственно, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас это упрощенный порядок, то есть собственник земельного участка заполняет декларацию, и сведения об этом объекте вносятся, регистрируется право. То есть тут минимальный набор документов, скажем так. Понятно. Но вот эта волна не стихает людей, которые пользуются вот этими упрощенными схемами? Скажем так, она стабильна. Стабильна, да? Да. Таких вот всплесков и упадов нет. Всплесков нет, да. Следующий вопрос. Если я являюсь участником долевого строительства, купила квартиру, многоквартирный дом не поставлен на кадастровый учет, но имеется акт приема-передачи квартиры, как поставить в этом случае квартиру на кадастровый учет? Вот тоже, конечно, тема долевого строительства, она тоже вот таких вот домов болезненная, да? Болезненная, да. В этих вот ситуациях что нужно учитывать? Купила, еще в долевом строительстве участница, купила, дом не поставлен. Вот что делать? При общей вот этой массовой, массовом учете он будет поставлен или нет на учет? Если мы сейчас говорим о массовой кадастровой оценке, то нет. Нет? Пока к нам не обратятся с постановкой многоквартирного дома, и только после этого он войдет в массовую кадастровую оценку. А, понятно. Пока у нас нет сведений, мы не сможем сформировать этот перечень для оценки. Вот то есть вот Елене, Елена забыла сказать, вот ей что делать? Как поставить в этом случае квартиру? Что конкретно, какие действия? Ей необходим технический план и обращение в орган кадастрового учета с постановкой своей квартиры. А технический план, вот это, там не может быть проблем с тем, чтобы вот этот технический план иметь в своих руках, вот если там застройщик, что-то не закончено, долевое, вот не может возникнуть каких-то проблем? А тем более у нее есть акт приема передачи квартиры. Если есть акт приема передачи квартиры, то, скорее всего, строительство самого здания завершено. И проблем с постановкой самой квартиры у нее не будет. Не должно быть. А вот если строительство вот такого же долевого, так скажем, дома еще не завершено, невозможно, получается, пока вот... Нет, вы знаете, для постановки именно квартир на учет законам о кадастре предусмотрена такая возможность, как внести сведения о квартире, то есть о жилом помещении, при условии даже если дом не стоит на кадастровом учете. Но это только для квартир. А, ну вы вначале говорили, что даже недостроенные здания, да, они вносятся, учитываются в массовом порядке. Понятно. А вот почему так люди интересуются? Почему вот очень важно поставить вот квартиру в даревом, вот участнице даревого строительства на учет? Вот что это? Потому что для этого это необходимо в дальнейшем для регистрации права в своей квартире. Понятно. Поэтому, да, конечно, обязательно нужно делать. Следующий вопрос, Виктор. Прошу дать пояснение по указанию в техническом паспорте на здании общей полезной площади. Именно с округлением до какой части необходимо указывать значение площади здания при подготовке техпаспорта? Округление полезной площади до какого? Понятие полезная площадь сейчас не используется, используется понятие площади. И площадь у нас указывается с округлением до одной десятой метра. То есть из квартиры там 56 и одна десятая метра? И одна десятая метра, да. Макс, не 56, то есть мы вот эту одну десятую убрать уже не можем, а округлять? Именно до десятой метра, то есть округляем до десятого метра. Понятно, да. До десятой доли, да. Возможно ли поставить на государственный учет машина-место? Ну, речь, наверное, о гаражах. Это тоже отдельная тема, вот как все это учитывается. Если говорить о машине-место, то это, скорее всего, парковка. Это именно парковки. И постановка на учет именно машины-место, она не определена действующим законодательством. Более того, нет такого понятия машины-место. Градостроительный кодекс это определяет как парковочное место. То есть места для парковки. При этом, если это машинное место не отвечает требованиям действующего законодательства, то есть его нельзя отнести к помещению и, соответственно, к объекту недвижимости, то после постановки здания либо помещения осуществляется государственная регистрация права общей долевой собственности. всех участников этой собственности на вот это помещение либо здание. А вот при постановке гаражей на учет, что нужно помнить? Потому что тут возникают, как я слышала, проблемы, что кто-то землю как-то вот ставит на учет или гараж без учета земли. И вот вы же тоже этим занимаетесь, вот гаражами, как объектами недвижимости? Да, безусловно, безусловно. Вот что тут нужно знать владельцам, чтобы как-то каких-то казусных ситуаций не возникало, опять же? Или тут все легко и просто? Тут несколько вариантов. Если у вас земля предназначена под гаражное строительство, также можно воспользоваться упрощенной постановкой. То есть, имея право собственности на соответствующий земельный участок, вы можете поставить на этот гараж. Либо должна быть присутствовать какая-либо документация на этот гараж техническая, разрешение на вот, либо акт государственной приемочной комиссии, если это был до 2005 года, либо технический паспорт объекта. То есть это те документы, на основании которых подготавливается технический план. А так же готовится технический план и ставятся объекты на учет, гаражи. Да. Ну вот, к сожалению, много есть и гаражей, которые и не поставлены ни на какие учеты. Безусловно. Такие вот, так скажем, самострои. Не планируется никаких акций. С нашей стороны нет. Учета в отношении таких объектов нет. Нет, у нас нет таких полномочий. И последний вопрос очень коротко. Здание поставили на учет, построили пристройку. Возможно ли поставить на учет пристройку, как отдельный объект? Или необходимо обратиться в кадастровую палату с заявлением? Да или нет? Да, безусловно, необходим. Пристройка как отдельный объект? Нет, как отдельный. Если это пристрой, то есть у вас есть из основного здания вход в этот пристрой, и это действительно пристрой, то есть он не может быть определен как индивидуальное здание, то это внесение изменений в ваше в основное здание. То есть это внесение изменений. Если эта пристройка, возможно, представляет из себя рядом стоящий дом, то есть у него четыре своих стены, они не связаны. Тут нужно разобраться еще какая пристройка. Что это за пристройка? Спасибо большое, Галина Сергеевна, за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Всего вам хорошего. Я прощаюсь и с вами, до следующих встреч, до свидания. До свидания.